ЛОЛИШМА Да, из того, что я понимаю, то, что он написал в начале пункта 43, что когда он входит в духовное, это называется Лолишма. Он пишет, что даже начиная с Лолишма, уже точка сердца начинает расти и показывает свои действия. Да, да, ещё не находится в намерении расти отдачи. То есть, когда мы входим в духовное, у нас есть точка в сердце, первое соединение называется Лолишма. Всё ещё да. Это как переход, такой переход, когда да и нет, нет и да. Всё. Но по закону подобие свойств должна быть какая-то мера отдачи. Да, разумеется, есть. Но пока что в таких частях и в такой смеси, когда есть немножко добра и немножко зла, часть так, часть иначе, постепенно, по частям, и в перемешивание, так мы начинаем. Что делать? Как ощущается Туаре в таком состоянии? Он не ощущается? Он всё ещё не, пока что ещё не ощущается. Мы немножко чувствуем что-то, что мы получаем, что как-то мы пробуждаемся, что что-то приходит свыше, то есть выше наших свойств. Но это не настоящее ощущение. Ещё нет келим, чтобы это ощущение могло проявиться в них и начать объяснять нам, откуда приходит это наполнение, свет. Кто установил это наполнение, кто установил исправление келим и какова связь между келим и светами. Это пока ещё в таком виде, что это начало раскрытия. И эта ступень называется неживой. Да, поэтому она называется неживой, что с её стороны нет никаких направленных действий. А так неживая, то, что происходит, происходит. Она вся находится под властью ступени выше, чем она. Так всё-таки чем эта ступень отличается от нашей ступени, когда мы находимся во время подготовки? Потому что мы начинаем получать реакцию свыше на наше обращение. Наши обращения должны быть в любом случае. Молитва должна быть всё-таки в каждый момент, насколько это возможно. И тогда, в соответствии с этим, по итогам наших усилий, мы приходим к состоянию, когда это происходит. И тогда что-то означает, что мы чувствуем больше в явном виде, чем в неживом виде? Тогда мы уже растём. Мы уже растём. Мы начинаем выяснять наши желания и света, которые мы пробуждаем. Этапы, которые мы проходим. И так постепенно, постепенно, постепенно это происходит. А что значит «лишма»? Когда это называется «лишма»? Когда это происходит? Это нам ещё предстоит. В «лишма» тоже все эти ступени, до бесконечности они называются «лишма». Над всем авиютом, который раскрывается, есть часть, которую мы, да, делаем радиодачи, часть, которую мы не в состоянии, и часть, в которой мы находимся в намерении ради получения. И тогда мы должны изолировать эту часть, похоронить её и позаботиться, чтобы она не пробудилась в нас. Такая очень разнообразная работа. Это как... Ну, когда мы... Чем мы не занимались? Допустим, мы растим... Мы занимаемся растением. Растим растения. Помните, мы в Тубешват читали письмо Рабаша? Сколько есть работ над растительным уровнем? И так этим мы занимаемся? Так есть такие, которые находятся на таком... Есть то, что нужно отрезать, уничтожить, не дать ему пробудиться. А есть что-то, что нужно удобрить. То есть это работа. Как он говорит здесь, свет Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ихида, во всех этих цветах нам нужно для каждого из этих цветов подготовить келин. И это не живое растительное животное и человеческое. Но мы уже понимаем, что это находится в теле человека. Руах. Растительный уровень должен называться Лешма? Переход Лешма. Или так же и растительный уровень на Лешма? Ну, допустим, Лешма. Скажем, Лешма. Потому что нет более мудрого, чем опытный. Ты почувствуешь, как эти вещи облачаются в себя, и тогда ты поймёшь. Но не раньше того. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова